Всем привет! В общем, ссылкой на DP-Review, ссылка в описании под видео, следующая новость возникает. Canon запрещает сторонним производителям, в частности речь идет о Viltrox, использовать его BN-RF, а именно производить автофокусные объективы. Кто внимательно следил за корейским производителем Samyang, наверное, заметили, что у тех достаточно уже, можно сказать, давно пропал тот самый RF 1.4-85-ка Samyang, которая типа была супер-пупер и все такое, все, она как бы испарилась, и Samyang, ну и не штампует, и нигде их никак не распространяет. Та же самая участь, по-видимому, нагнала и Viltrox компанию, или Viltrox, как правильно ударение. И, по всей видимости, ее 85-ки RF-ные с диафрагмой 1.8 также пропадут. То есть прослеживается системное уничтожение Canon все поползновения конкурентов в плане производства автофокусной оптики под BN-RF. При этом, я так понимаю, что запрет не распространяется на мануальные объективы, их Canon трогать не будет, а вот именно на автофокусную оптику. Причем не факт, что речь даже идет, опять-таки в этой статье это упоминается, что речь идет о реинжиниринге именно RF-байонета. То есть не исключено, что тот же самый Viltrox 85-1.8, собственно, взял за основу электронику от 85-1.8 Canon с байонетом EF. Ну а уже EF перемоздрячить на RF, это, по сути дела, вопрос простого переходника, который спрятан уже непосредственно внутри объектива, скажем так. Ну, имеется в виду электронная схема его, вот этого моста между EF и RF. Все вот эти движения Canon выглядят весьма странно, тем более выглядят они странно на фоне других производителей камер. Например, та же самая Sony, а я не думаю, что компания Sony прям такая глупая, и если бы у ней были реальные убытки от того, что кто-то, сторонние производители, делают оптику под их камеры, она бы не взялась бы за эти запреты какие-то или так далее. Видимо, никаких убытков нет, и возможно, даже наоборот. Большой парк оптики, тем более сторонней оптики, делает систему в целом более привлекательную. И действительно, сейчас посмотри, под байонет E, кто только ее не штампует. И автофокусную, и не автофокусную. И в том числе та же самая Sigma, практически весь свой модельный ряд, представленный когда-либо для EF, например, или для байонет А, для байонет Ф, полностью присутствует на линейке беззеркальных Sony. Не знаю, какая политика будет у Nikon в этом отношении, посмотрим. Но если взять за пример Sony, то никаких проблем я не вижу. Но Canon, тем более если учесть такой момент, что в период, когда у Canon был EF, байонет основной, тогда, может быть, можно было утверждать, что практически оригинальная оптика всегда превосходила стороннюю. Там Тамроны, Sigma, там еще что-то. конечно же под конец уже эпохи БНТ и Ф Сигма достаточно да и собственно Тамрон стали делать достаточно большую годноту и оказывать конкуренцию вот именно какой-то Л-линейке и так далее со стороны Кэнона то да, ну и то это было уже можно сказать вот-вот под конец эпохи этого самого БНТа, то если рассматривать БНТ РФ представим, что на камере РФ нет никакого переходника и туда невозможно воткнуть весь этот огромный пар к оптике ЕФ, как родной так и сторонней и так далее представим, что появилась новая система у ней есть этот самый БНТ РФ под нее Кэнон делает оптику РФ то что мы здесь наблюдаем если мы хотим действительно качественный, действительно классный объектив с высокой светосилой с высокими характеристиками то вот пожалуйста, есть линейка Л объективов но при этом цена я не побоюсь сказать просто зашкаливает просто зашкаливает с другой стороны по ДРФ что мы видим компания Кэнон начала выпускать скажем так, не Л бюджетную какую-то оптику не светосильные зумы фиксы с диафрагмой 1.8 и так далее но что мы наблюдаем характеристики всей этой оптики ну честно скажу, на мой взгляд далеко не те, которые бы хотелось видеть то есть это не те прайм-объективы например ЕФ, такие как 85-1.8, 100-2.0, 50-1.4 то есть это какие-то непонятные объективы причем тоже цена у них я бы не сказал, что вот прям архидоступная то есть если что рассматривать да, у них вышло сразу же из бюджетных фикс 35-1.8 СТМ со стабилизатором который еще и плюс макро вроде как оптически даже и неплох стоимость на момент выхода была относительно доступной да, этот объектив можно зачислить в плеяду объективов которые вроде как пусть и не Эльки но при этом относительно доступны и относительно качественны что там следом полтинник 51.8 но он существенно дороже ЕФ-ной версии причем оптически не сказать, чтобы сильно там как-то врывался вперед 85-ка 2.0 которая макро со стабилизатором опять-таки объектив достаточно спорный получился и я уверен, что большого количества поклонников сторонников у этого объектива не будет 16 миллиметров 2.8 откровенное фуфло поскольку это на самом деле фишай, который исправлен целиком программно та же самая вроде как история и с 24 миллиметра фиксом то же самое неисправленные дисторсии исправляется программно в самой камере либо в редакторе то есть если ровно открываем то видим ну что та же самая собственно говоря бочка и все бы ничего если бы вся вот эта оптика пускай она даже вот эта вот бюджетная оптика но относительно бюджетная оптика была бы действительно безупречна с точки зрения картинки что вот она была бы прям смотришь и думаешь блин кайф и бокей есть там и резкость но эта оптика она вся сухая скучная прагматичная то есть да там хорошая резкость по полю кадра и опять таки не у всех объективов если брать 16 мм там по сути дела только центр резкий края там говно да и у 24 тоже получается что если вот так вот рассматривать эту RF-систему то сейчас из действительно недорогой доступной и с компромиссами неплохой объективом неплохим объективом это у нас что это у нас 50 1.8 то есть история повторяется что на ее в системе это был самый бюджетный и при этом относительно неплохой объектив что на RF-системе и получается что вот между вот этими двумя двумя крайностями очень качественная очень классная но очень дорогая оптика и сомнительная во всех отношениях в отношениях цены в отношениях картинки вот это вот вся остальная непонятная оптика причем не сказать чтобы сильно ты дешево стоила тот же самый 24-105 с переменной светосилой стоит ни хрена не дешево чтобы его взять запросто купить при этом ничем я не думаю уникальным он не не отличается и вот этот вакуум возникший между вот этими двумя группами объективов естественно не мог быть не заполнен туда ринулись корейские китайские производители то есть туда ринулся зашел сам Янг с 85-кой 1.4 и классный объектив да он по цене дороже например там каких-то вот этих вот относительно дешевых РФ оригинальных но существенно дешевле чем Эльки и при этом давал классную картинку он был просто туда же в эту условно говоря середину зашел Вилтрекс столь многим полюбившийся 85-ка 1.8 как бы все хорошо пускай бы эту нишу заполняли дальше сторонние производители я думаю дай волю с удовольствием бы и Тамрон и Сигма начали бы если не выпускать прям новые новые объективы для РФ системы то по крайней мере как-то там рестайлить те оптические схемы и те объективы которые у них уже были сделаны под ЕФ собственно говоря Сигма для БНТЕ для Соньки так и поступало если вы обратите внимание разницу форм-фактора между БНТом например Сигма из БНТМА и Сигма из БНТМЕ то это по сути один и тот же объектив который со стороны жопы просто рабочий отрезок взяли и у него вот так вот удлинили неснимаемым переходником не скажу что самое отличное решение но по крайней мере все это монолитно и вот он вроде как объектив не надо трахаться с какими-то переходниками взял поставил пользуйся то есть здесь возможно Сигма бы да и воля применила бы некий такой же ход и по крайней мере линейка РФ объективов расширилась бы большим количеством вполне себе годных хороших объективов но все похоже что этого никогда не наступит почему потому что Кэнон полномерно решился уничтожать конкурентов своих вот в этом отношении сам Янг сейчас Вилтрекс Вилтрокс поскольку японцы Тамрон и Сигма даже и не пытались ничего делать видимо потому что уже как-то заранее были предупреждены что мы никак это дело не лицензировали поэтому хрен вам нарыло ну что сказать ну странная политика тем более что учесть что в последнее время Кэнон массово теряет своих поклонников и это я говорю не голословно я знаю нескольких людей лично знаком с несколькими людьми которые с Кэнона ушли просто ушли причем с зеркалок то есть вот они с зеркалки были они собирались переходить на беззеркальные системы собирались прям откровенно потому что время подошло и они не выбрали Кэнон хотя у них был и парк оптики богатый у них были там вспышки хорошая оптика камеры неплохие там в том числе и 5D Mark IV но они не выбрали Кэнон то есть Кэнон теряет не только не приобретает новых каких-то поклонников я не знаю в своей комьюнити вот эту вот Кэноновскую секту но и теряет тех кто был с ними многие годы и в том числе например я человек который продолжает сидеть на этом несчастном Кэноне и вроде как ну я не требователен скажу честно я крайне не требователен не требователен тому на что я снимаю но мое сердце обливается кровью от того что я вижу что блин конкурент там Никон сделал то-то то-то Sony сделала это тут Sigma взяла и забабахала новый объектив там какой-то и вот он под Sony есть а под RF его нету и при этом Кэнон продолжает делать извиняюсь но какую-то доступную если рассуждать доступную ублюдскую оптику в которой очень много компромиссов которую если берешь то надо понимать что если здесь что-то в ней в одном что-то ок в другом что-то не ок та же самая 85 резкая хроматики нет но боке никакое автофокус в видео вообще никакой те же самые камеры даже выйдя на рынок в первый раз имея в лице конкурентов в лице Sony уже сложившегося конкурента и то Кэнон сделал какие-то полумеры зачем он выпускал эту R-ку в которой сразу не было матричного стаба зачем он выпускал эту R-ку в которой не было 4K на полную матрицу зачем он выпускал эту R-ку и так вот можно загибать пальцы до бесконечности зачем он выпускал эту R-ку без возможности питаться через USB и с одновременной подзарядкой ну нахрена он ее делал в таком виде чтобы буквально через несколько лет наконец выпустить на рынок нормальные камеры в виде R5 и R6 я уже молчу про R-P в которую вообще абсолютно все пообрезали вот такая вот у меня история я не знаю к чему дальше придет Canon это мне становится просто страшно друзья за наше с вами будущее за наше это я сейчас обращаюсь к коллегам по несчастью кто уже сидит на этой самой RF системе я уже не говорю как я разочарован в Canon за счет того что они как бы вот это вот в кроп вернулись не знаю ну Nikon вернулся в кроп выпустил там Z5 да потом ну или там Z6 потом Z7 потом Z5 Z50 на пару да вот кропнутый хренотенью ладно Сонька и Соня и я они начали начали по сути дела с кроп фактора у них байонет маленький вот этот вот больше под кроп подходящий но потом они туда запихали полный кадр и вот у них как бы линейка так и идет с кропом и с полным кадром но Canon прекрасно стартовав двумя камер ну как прекрасно в кавычках в больших стартовав с камерами двумя под полный кадр я уже был было таки рассчитывал что все система не вернется на кроп тем более что у них была отдельная линейка EOSM специально кропнутая EOSM пожалуйста кому нужен кроп кому нужны сверхмаленькие камеры со сверхмаленькой оптикой там вот этой компактной вот EOSM пожалуйста юзайте но нет они кинули и обладатели этих EOSM они просто взяли ведь сейчас у Canon поддержка зеркальных объективов прекращена на выпуск новых поддержка зеркалок по сути дела да может быть будут делать какие-то мега любительские там 3100D там вот это что-то какие-то зеркалки для домохозяек и под них продолжат выпускать те же самые 1855 еще какое-то время то серьезных камер серьезной оптики под зеркалки нет и оно и понятно зачем оно то так же и кинут обладатели EOSM то есть не будут дальше ни новые модели развивать не оптику потому что зачем все вот он вышел этот самый Canon R7 блять вот это вот типа профессиональная кропнутая камера соответственно под нее сейчас наебашит вот этой оптики кропнутые уже ты будешь смотреть объектив ты уже не просто будешь смотреть RF объектив ты еще будешь приглядываться а под кропот или под полный кадр вот как с этими съевными было вроде смотришь о ништяк 10-22 о да блять да он же крупно и так далее нахрена это все ладно друзья мои я печален такая вот у меня сегодня печальная новость обрадовал меня Марк Валерьевич такой вот он говорит а ты читал говорит на депи ревью я говорю нет не читал он говорит ну вот почитай все всем спасибо за просмотр всем пока пока